Служба спасения не только на водах. Это тема дня. Я на тур. Здравствуйте. Кубанские спасатели этим летом проявили все грани своего таланта, а иногда и смекалки. Специалисты Кубаньспаса эвакуировали пассажиров автобуса, спасали детей и взрослых, которых ветром унесло в море на надувных матрасах. Выносили на руках тех, кому не повезло сломать ногу или даже получить сердечный приступ в трудодоступных местах. И даже снимали с деревьев и спасали от медведей горе мотоциклистов. И сегодня у нас в гостях представитель ведомства, на которое Министерство ГОЧС Край возложило функцию по оказанию помощи людям, терпящим бедствия. Я рада приветствовать вас, Михаил Александрович. У нас сегодня в гостях заместитель начальника службы Кубаньспаса Михаил Александрович Буряк. Михаил Александрович, лето вроде бы прошло, а сообщения с туристами, которые попадают в разные ситуации, продолжают поступать. Я так понимаю, что у спасателей не бывает периода отдохнули или там лето закончилось. Абсолютно верно. У нас с учетом того, что на территории Краснодарского края много гостей не только в летний период, а также в межсезонье, поэтому без работы мы не остаемся. И с учетом того, что наш край очень многогранный, у нас помимо отдыха на акватории в летний период, также идет отдых и в горах, и в ущельях, на реках, на скалах, где угодно. Какие специалисты несут службу Кубаньспаса, кроме, например, горных ваших спасателей с веревками, альпинистов? Ну, здесь нельзя говорить горные спасатели, альпинисты. У нас спасатель сам по себе – это многогранный специалист. Он же и водолаз, он же и альпинист, который спасает, как вы сказали, с веревками. Он же и специалист при ликвидации техногенных аварий, это при ДТП, на транспорте. И он же специалист, который может оказать первую помощь в той или иной ситуации. Поэтому спасатели у нас подготавливаются многогранно ежегодно и, в принципе, не за один год. Приходится обращаться к помощи волонтеров или небезразличных людей, тех, кто находится в резерве, приходилось задействовать их в этом году? Ну, приходилось. Те работы, которые идут именно по поиску на больших площадях и территориях, здесь уже работает целая система, которая у нас существует в крае. Здесь привлекаются и волонтеры, и казачество, и те люди, которые неравнодушны. Это глобальные поиски, которые у нас были у ребенка, по Мостовскому району. И те случаи, когда необходимо на большой площади провести полностью поиски, обсмотреть все места. Михаил Александрович, а как повышают свой профессиональный уровень спасатели Кубани? Как министерство вас направляет на вот эти вот обучающие секции? Может быть, какие-то курсы проходите, либо специальные задания у вас есть? Ну, для этого составляется, помимо тех работ, про которые мы сейчас маленько обозначили, у нас еще существует план основных мероприятий, которые закладываются на год вперед, где мы четко для себя обозначаем те специальности в подготовке, те же водолазы. Это те курсы, которые нужно необходимо пройти по первоначальной подготовке. Обозначаем свои подготовки, которые мы проводим в рамках своей службы. Это водная подготовка в Гузерипле на порогах до пятой категории сложности. Потому что работа на воде, работа с веслами, работа на борной реке. То есть люди это должны сами прочувствовать, грубо говоря, на своей шкуре, поработать веслами, чтобы уже после этого принимать участие в ликвидации, в чрезвычайных ситуациях, при наводнениях, при подтоплениях, чтобы прекрасно понимали, как спасать, и при этом самим остаться, естественно, живых. А если, допустим, нет ни подтопления, ни горная река, то какие еще отрабатываете сценарии? Отрабатывается еще работа с гидравликой, пневматикой. Это те инструменты, при помощи которых происходит работа при ДТП, где надо разрезать машину, отодвинуть двигатель, разжать, перевернуть. То есть здесь целые... Технические навыки, то есть, да, получаются? И технические, и навыки непосредственно работы с самим инструментом, чтобы правильно переключать, подложить, поднять, опустить. Вот в этом году, если брать летний сезон, который в августе, но, в принципе, идет еще довольно-таки тепло. Конечно, у нас еще бархатный сезон не наступил. Очень много туристов, да, я думаю, что еще будут. Какие вот основные были вызовы? Я по себе могу сказать так, навскидку. Очень много было сообщений из Анапской зоны по поводу того, что вот сегодня МЧС запрещает выходить в море на донных матрасах. Бах, на следующий день кого-то унесло или что-то в этом роде. Как ведется эта работа, чтобы людям в том числе объяснить, что нельзя вот такими вещами пренебрегать? Система предупреждения в крае работает постоянно. То есть в случае любых метеорологических изменений, которые проходят по краю, в случае повышенного ветра, в случае ветровой нагрузки, изменений метеоусловий, система предупреждения у нас идет постоянно. То есть органы власти постоянно об этом оповещены, которые доводят это до местов и включая до ответственных по пляжам, где разрешают или не разрешают купание. Ну, с учетом того, что у нас большое количество отдыхающих, и даже то, что висит, обозначающий знак, что купание запрещено, это не мешает народу лезть в штормовое море. Как вы думаете, как с этой проблемой можно бороться? Вот, допустим, специалисты ГАИ сами говорят, что сколько мы не будем говорить, замедляйте скорость, люди этого не будут делать, проще сделать дороги с отбойниками. Ваша ситуация, допустим, бассейны решили бы проблему, как вы думаете? Если, например, гостиницы бы стали их сооружать. Ну, здесь это идет маленько по другому комплексу. Даже сооружение бассейна не говорит о том, что человек в море в шторм не полезет. Не полезет, ну да. Поэтому здесь только... Они за адрианелин туда лезут? Ну, может быть, и за адрианелином, может быть, и за алкогольного состояния, может быть, куча причин, по которым человек лезет в штормовое море. Но, как я вижу, единственный вариант – это водительственные санкции, чтобы человек на своей шкуре чувствовал. Потому что при спасении одного человека задействовано слишком много структур. Здесь и полиция, и спасатели, и скорая помощь, и администрация, и работники ГУЧС, управления. Более чем. Кстати, в Анапе 20 августа спасали туристов, которые, несмотря на запрет, поплыли. И вот совсем недавно пришла информация о том, что туристку из Германии снимали со скалы в районе Большого Утреша. И она туда забралась самостоятельно, но не смогла спуститься. Для этого ей понадобилась помощь спасателей. Какая именно, прямо сейчас спросим у начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации Анапы Сергея Сергеевича Семеркова. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите, как немецкую туристку занесло в Большой Утреш? И почему ей понадобилась помощь спасателей? Ну, скажем так, что это рядовое событие. Это мы их классифицируем как люди с низкой личной безопасностью, оценкой личной безопасности. В общей сложности таких у нас происшествий за вот только вот этот короткий курортный сезон произошло 17. Ого. И все в районе Большого Утреша? Да. Что касается вопроса, который вы конкретно задали, да, это женщина-гражданка Германии. Она сама забралась, но спуск, как всегда, тяжелее, чем это. Мало кто знает, знают специалисты. Ближайший экипаж Кубань-Спас был на видео, выполнил свою работу. Без урона здоровью была статья гражданка Германии. Ну, а вообще в районе Анапы, вот мы уже обсуждали с Михаилом Александровичем, часто очень уносят туристов в море, потому что они пренебрегают под правилами безопасности, которые объявляют спасатели, что вот сегодня большой ветер, в море, пожалуйста, не выходите. Как вы работаете с такими нарушителями, когда их спасаете, и вообще с отдыхающими? Если позволите, коротко, справочка небольшая. Конечно. Общая протяженность береговой линии составляет у нас 73 километра. Из них 42 – это песчаные пляжи и 31 – гаричные. На этом протяжении, в этом году, у нас обустроенных было 15 200 метров. Это обустроенных пляжей. Опять же, для справки скажу, что одномоментно на пляжах у нас, по нашим подсчетам, находится от 170 до 200 тысяч человек. Вот на эту пляжную территорию размещено 103 спасательных поста. Общая емкость матросов-спасателей, которая проходит профессиональную подготовку, составляет 640 человек. Плюс на каждый спасательный пост есть медицинский работник. Вот это, будем говорить, объектовая составляющая, она обеспечивает, именно обеспечивает эту безопасность. Что касается реагирования на матрасы, на унесенные катамараны и так далее, здесь основное – это оповещение населения. Население как выполняет ваши правила, которые вы распространяете? Оно всегда их слушает? Хочу отметить, что вот за последнее время более дисциплинированно начали относиться к нашим рекомендациям. Надо отметить то, что мы еще на поступках к пляжу. Это и центральные улицы города, и Пионерский проспект, и все морские наши населенные пункты оповещаются через громкоговорители. По различным системам оповещения – это муниципальные, региональные, федеральные. Я хочу отметить, что в последние годы более дисциплинированно люди относятся. Но есть, естественно, как говорится, в семье не без урода. И, как вот отметил Михаил Александрович, да, люди неадекватно порой оценивают свои риски. С этими приходится вплоть до силового воздействия. К ним подходят и на катерах, и подходят... Кроме того, мы активно используем такой метод – это наши прокатчики, которые работают в акватории, и если в ближайшей видимости находится то или иное плавательное средство, которое удаляется от берега, то в первую очередь оповещаются и они. Но в первую очередь хочу отметить, что спасение на море – это федеральная функция. И сразу все спасательные службы, вплоть до главного управления МЧС, ставятся в известность. И тогда применяется, как, опять же, отметил наш гость, этот комплексный подход к обеспечению безопасности. Все ближайшие суда, все ближайшие силы, которые могут реагировать, задеются так или иначе. Спасибо вам большое, Сергей Сергеевич. Михаил Александрович, вот хочу еще, знаете, какой вопрос затронуть. У нас был такой случай в начале недели, интересный, по поводу мотоциклистов, который, там, ЧП произошел в горах Сочи. В Мостовском районе. А, в Мостовском районе. А, в Псибае, да, в районе Псибае, в чертовых воротах они там катались. А если говорить о встрече с дикими зверями, такими как медведь, то как тут спасатели могут помочь? Вы тоже ждете, пока он идет? Или как-то вы его отпугиваете? Ну, за последний случай у нас только в Краснополянском районе было, когда по поиску пострадавшего уже мертвого, которого уже встретился с медведем. Ну, это было в том году. Так стараемся, конечно, не встречаться и стараемся при проведении работ производить побольше шума, чтобы случайно не встретиться лицом с лицом. Чтобы они от него уже... Да, да. С учетом того, что два этих мотоциклиста были местные, мостовские, один, когда слетел с тропы, повредил себе ногу. Пробовали в течение четырех часов сами выбираться, не получилось. Один остался на месте, второй пошел вниз, чтобы за помощью... Ну, по крайней мере, он выходил в зону доступа телефона и сотовой связи. Потому что сразу напрямую позвонил оперативному дежурному Сибайского отряда Кубань-Спас. Спасатели сразу выехали на место. То есть от места дороги до пострадавшего было... Это в районе около 12 километров. То есть перепад высот, в принципе, там был небольшой, где-то до 200 метров. Но высота была где-то 2000-2020, тысяч, там, до уровня метра. Михаил Александрович, давайте еще раз проговорим те правила, которые должны выполнять туристы, которые отправляются в горы Краснодарского края, чтобы не пришлось вызывать в итоге спасателей. То есть прежде всего, зачем нужно следить, что нужно соблюдать? Ну, здесь тогда сразу стоит разделить определенные направления. Что значит туристы? Те туристы, которые, скажем так, маршрут выходного дня, те туристы, которые едут на водопады просто отдохнуть. Здесь организованы туристы, но все равно при этом нужно соблюдать элементарный комплекс мероприятий. Зная, что вы поедете в горную местность, в первую очередь позаботьтесь о нормальной обуви. Потому что неоднократно бывают случаи, когда в районе тех же водопадов, на территории всего края, куда выезжает народ, подскользнулся, сломал, упал. То есть приходится с этих мест выезжать, выносить. Хотя, в принципе, ничего глобального в этих местах нет. Следующий момент. Тем туристам, которые у нас на территории края собираются выходить в двух, трех, четырех и больше походы, здесь стоит тоже четко определиться с элементарными вещами. Во-первых, это маршрут. Маршруты по краю у нас разнообразные. От простых до сложных. Если вы прекрасно себя чувствуете в физической форме, можете нести на себе вес рюкзака, и помимо этого, но это не значит, что в четырехдневном или пятидневном походе силы вас не покинут. Потому что есть, опять же, перепад высот, перемена давления, плюс погода, плюс с кем вы идете. Опять же, немаловажно, какая группа, есть у вас дети, нет. Поэтому все эти риски нужно оценить и после этого уже собираться, выполнять те задачи, которые вы себе поставили. Ну и отдыхать, путешествовать, правильно? Как правильно выбрать турфирму, чтобы потом не пришлось звонить спасателям? Об этом мы спросим нашего эксперта по телефону. С нами на связи Владимир Храбовченко. Это член Ассоциации гидов России. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, ну как нужно правильно выбирать фирму и гида, для того, чтобы понять, что он не заведет тебя в дебри, чтобы потом не встретиться с медведем и не пришлось спасателей вызывать? Я рекомендую обратиться к аттестованным инструкторам по соответствующему виду туризма. В зависимости от характера маршрута, куда вы отправляетесь. А где можно увидеть список таких вот мастеров? Список есть на сайте Ассоциации горных гидов России, rmga.ru, либо непосредственно у самого гида попросить его аттестат или сертификат инструктора-проводника. Бывают такие случаи, когда из-за недосмотра непрофессионализма гидов действительно группа попадает в не очень хорошую ситуацию? Были ли такие на вашей памяти? Ну, регулярно происходят такие истории. В основном это с не сертифицированными гидами, которые ведут группу на свой страх и риск. Понятно. Спасибо вам большое, Владимир. И, Михаил Александрович, вам, конечно, большое спасибо. Обратите, что оторвали вас от такой важной работы. Ждем вас еще к нам в студию на разговор. Спасибо большое. Это тема дня. Оставайтесь в Кубань-24.